А давайте расскажу вам историю. Историю кота Апельсина. Вот в таком виде его нашли на улице. Видео не самые лучшие, но мне позвонили, скинули вот эти видео и сказали, что найден кот на улице, у которого скальпирована нижняя челюсть и что-то с передней лапкой. Я уже совсем не помню, с кем с моими друзьями мы тогда должны были ехать в Пятигорск. Я как раз ждала их, и тут получила это сообщение. Кот был недалеко от моего дома, и я пошла сама за ним с переноской. А дальше хорошо, что мои друзья пришли мне на помощь, и отвезя меня в Пятигорск, они развернулись и поехали с Апельсином в Ставрополь. Повезли его в ветклинику, а с Пятигорска я возвращалась сама. Да, конечно, тогда я вот такое увидеть была не готова, и это повергает просто в шок. Вся кожа целая, она просто как будто гармошкой была собрана в области шеи. Вот такую вот пластическую операцию произвели в начале, и вообще пластических операций было шесть. Конечно, казалось, что вот такие травмы не могут получиться без человеческих рук, без человеческого вмешательства. Но все-таки больше склоняемся к тому, что он упал откуда-то с высоты. Может, конечно, и скинули. Что он приземлился на вот эту переднюю лапку, которую в итоге подвернул, и дальше приземлился на челюсть. Проехал вперед, что и привело к тому, что челюсть была скальпирована. Если честно, то со временем он не забыл. И вот если сейчас на видео он ластится, нежничает и ведет себя нормально в клинике, то нет, он очень боится клиник сейчас, после стольких операций, и он очень, очень тяжело переносит прикосновение к челюсти. Причем я его уже забрала из клиники, и потом мне пришлось вернуть его еще раз, и мы доделывали уже последнюю шестую операцию, потому что не заживало. Не подживало кожа к челюсти, а все из-за того, что у апельсина иммунодефицит, и заживляемость очень плохая и слабая. Когда я забирала его второй раз из клиники, я-то уже знала, что парень нежный, что он очень ласковый дома. Когда забирала второй раз, я ездила в клинику сама. Была тогда причина. Мне нужно было увидеть лично котика Трора. И вот тогда Трор, который видел меня впервые, так обрадовался, так нежничал, ластился, а апельсин был грустный. Меня не узнал, точнее узнал, но очень хотел оттуда уехать. Не любит он клиники. Конечно, дело не в обидах. В той клинике его ни в коем случае не обижали, и там всегда очень нежное отношение к животным. Просто это все было очень больно. Обработки челюсти, ее долгое незаживание. Ему это все очень и очень не нравилось. Кому понравится перенести столько операций, да еще после операции постоянной обработки, чтобы это все заживить, чтобы у него была возможность стать вот таким вот симпатичным, очаровательным котом. С одной стороны, правда, осталась складочка. Из-за этой складочки иногда текут слюнки. Но все-таки, вот разве этот кот не очарователен? Я тогда в первый раз столкнулась с таким окрасом, мне он казался таким необычным. Я привыкла, что он бывает серым цветом. Ну вот, когда кремовая кошечка и ушки, лапки и хвостик серые, а у апельсиноча они рыжие. Если честно, захотелось чего-то прям по-настоящему рыжего. Поэтому он и стал апельсин. Мне кажется, его вальяжность и его округлая фигура вполне отвечает его имени. Мальчишка гипернежный и никогда не упустит ни единой минуты, чтобы забраться на ручки и получить свою порцию нежности. Но и играть он очень любит. Сейчас на видео, кстати, он машет вот той подвернутой лапкой. Работает она замечательно. Не пришлось делать никаких операций. Все срослось, все восстановилось. Она немножко кривовата, но апельсиноч даже не хромает. Апельсин, конечно, был для меня такой очень большой проверкой. У меня не задерживались так долго животные в клинике. Для меня это было очень страшно. Помощи было очень мало. Но все-таки справились, и вот такой красавчик был приведен в порядок и подремонтирован. Не знаю, насколько возможна была бы его жизнь с теми травмами на улице. Из-за вывихнутой лапки, само собой, он не мог быстро бегать. Поэтому в открытую рану собиралась грязь. Большую часть времени апельсин проводит в своей клеточке. Сейчас у него шикарная отдельная клетка, огромнейшая, в которой могу поместиться даже я. Наверное, даже спокойно могу там выспаться. Приобрела такую клетку я для него специально, потому что поняла, что не выстраивается очередь за котиком с иммунодефицитом, даже несмотря на такую роскошную внешность. Все-таки люди побаиваются такого страшного диагноза. Очень долго мы не задумывались и не вспоминали с апельсином, что у него такой сложный диагноз. Но в последнее время он что-то стал расклеиваться. Несколько месяцев назад у него очень сильно поднялась температура. Анализ крови неплохой и не очень-то было понятно, почему. Сделали литическую смесь от температуры, и тогда апельсин уронил ее просто в ноль. Конечно, приукрашаю, но температура была очень низкая. Вечером опять 39. Как итог, это был такой сильный воспалительный процесс на больные зубки. Вот так вот его непростой и сложный организм реагировал на проблему с зубками. А для котиков с заболеванием иммунодефицита больные зубы – это нормально. Очень часто десны их просто отторгают. Вот сейчас апельсин опять заболел. Опять лечение, опять сдавали кровь. И по крови, в общем-то, все нормально. Но лично я считаю, что из-за его хрипов, из-за слюновыделений и язвочки на языке, все-таки мне кажется, что он слезнул. Что-то из обработок. Так как после диагноза мими все очень тщательно обрабатывалось. Ненавистные для апельсина поездки к врачу. Как же он жмется? Как же он ищет защиты? И как же много грусти в его маленьких голубеньких глазках. Если честно, меня очень спасает его клеточка. И то, что вот такой особенный малыш у меня сидит отдельно. И я могу контролировать. Кушает он. Как он ходит в туалет. Тогда поездка с ним к врачу была настолько спонтанной. Мне нужно было в ветаптеку. Мы уже оделись, собрались, собирались выходить. И что-то я остановила взгляд на нем и поняла, что что-то мне не нравится, что он не ест. У него в миске всегда остается еда, но в этот раз ее было больше. И лоточек был пустой. Что означало, что сходить-то в этот лоточек нечем. Потом заметила, что у него весь рот в слюнках. Заглянула вовнутрь и увидела язвочку на языке. В итоге вместо аптеки мы, конечно же, поехали в Пятигорскую ветклинику сдавать анализы, капаться. Чему апельсин, конечно же, был крайне не рад. По анализам вообще даже какого-то намека на отравление нет. Но ничего другого я и заподозрить не могу. Опять такая же реакция на зубы? Нет. Откуда тогда язвочка? Апельсин не всегда в клетке. Он, конечно же, выходит погулять. Несмотря на габариты клетки, все равно нужно разминать лапочки. Но мне больше кажется, что именно клетку я плохо смыла. Или более концентрированный был раствор. Просто пока я не нахожу никакой другой причины, почему он перестал есть. Апельсину поставили катетер. Прокапали. Помазали язычок и ротик. Отчего он стал очень синий и красивый, потому что вырывался. Дальше мы взяли капельницы с собой, чтобы не ездить, не возить его в клинику. И дома ему капаться спокойнее, лежа в мягком лежачке, без нервов от того, что он находится на столе, в ветклинике. Дома он намного спокойнее себя ведет. Хотя и дома это, конечно, все равно непросто, потому что на все нужно время. Но хотя бы экономит время на саму поездку до клиники и из клиники. К примеру, вот в этот вечер я вернулась поздно с работы, потому что еще заезжала на передержку. И мы капались, по-моему, часов в 12. Но надо было обязательно прокапаться. Нам опять сильно перетянули лапочку, устанавливая катетер. Но нужно было докапать, а потом уже подрезать бинты, чтобы с лапки сошел отек. А еще дома капаться весело, потому что есть помощники. Борс и Дема, ну, Борс контролировал, а Дема игнорировал нашу процедуру. Ему было неинтересно, что же мы такое там делаем. Хотя все-таки любопытство взяло вверх. Что это за такой новый котик появился? Просто Демыч не пересекается с апельсином. Чуть-чуть убыстрю процесс капания. Нужно почесать пузико, вытянуть лапочку, контролировать, чтобы она была прямая и раствор из капельницы поступал. Ну, а вот этот процесс очень медленный. Нужно медленно-примедленно вводить лекарство в катетер. Поэтому тут сделала скорость совсем большую, чтобы не тратить так много времени. Почесушки и обнимашки все равно обязательный процесс. На следующий вечер апельсину стало немножечко полегче. И тут уже началось. Мы стали крутиться, вертеться. В этот вечер апельсин был вообще невыносимый. Я хотела пойти начать уборку, покормить кошек, пока он будет капаться. За ним бы присмотрел муж. Но, к сожалению, апельсин этого не позволил. Плюс еще же подрезали немножечко перемотку катетера. И пришлось еще и его придерживать, чтобы апельсин его не выдернул со своей активностью в тот вечер. Но зато это хороший знак. Значит, апельсину лучше. Значит, идет на поправку. Хотя и сейчас все-таки плоховато кушает. Аппетит слабенький. И, в общем-то, выбирает только вкусняшки. Но я очень надеюсь, что это все-таки от того, что побаливает язычок, побаливают зубки. Сегодня поедем еще раз на прием. Посмотрим, что у нас с температуркой и как вообще самочувствие. Так как он кушает самостоятельно, мало, но кушает, вчера уже капельницы не делали. Я думаю, что сейчас пока достаточно только инъекций. Вот так вот мы с ним развлекались с хвостом чеширы, пока был нудный процесс капанья. Если вам понравилось видео и вы сопереживаете моим малышам, не забудьте, пожалуйста, поставить класс. Ну и, конечно, делитесь в комментариях, как вам его история. Как вот из вот такого несчастного котика он превратился вот в эту очаровашку. Подписывайтесь на мой канал и вы в силах помогать превращаться им в таких красивых котеек, поддерживая меня и малышей финансово. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...